Какой красивый дом! Вот бы мне пожить в таком! В доме этом хорошо, и уютно, и тепло! Крова не пахнет! Здравствуй, лиса! Здравствуй, добрая бабушка! Что случилось, лисонька? Я замерзла, заболела! Чхи! В домик свой меня пусти! Знаю, знаю я твою хитрость! В домик свой тебя не пущу, а вот молочком угощу! Спасибо тебе, добрая бабушка! Я со всеми помирилась, очень сильно изменилась! В лесу ждут меня дела! До свиданья, мне пора! Прощай, лиса! Прощай! Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами вновь отправимся в сказку вместе с ее героями, лисичкой-сестричкой и серым волком. Жили себе дед да баба. Дед говорит бабе, Ты, баба, пеки пироги, а я за пригусание да поеду за рыбой. Наловил рыбы и везет домой целый воз. Вот едет он и видит. Лисичка свернулась калачиком и лежит на дороге. Дед слез с воза, подошел к лисичке, а она не шевелится, лежит себе, как мертвая. Вот будет подарок жене, сказал дед. Взял лисичку и положил на воз, а сам пошел впереди. А лисичка улучила время и стала выбрасывать полегоньку из воза все по рыбке да по рыбке, все по рыбке да по рыбке. Выбросила всю рыбу и сама ушла. Ну, старуха, говорит дед, какой воротник привез я тебе на шубу? Где? Там, на возу, и рыба, и воротник. Подошла баба к возу, ни воротника, ни рыбы, и начала ругать мужа. Ах ты, такой сякой, ты еще обманывать меня вздумал. Тут дед смекнул, что лисичка-то не мертва была. Погоревал, погоревал, да делать-то нечего. А лисичка собрала всю разбросанную по дороге рыбу в кучку, села и ест себе. Навстречу ей идет серый волк. Здравствуй, сестрица. Здравствуй, братец. Да, мне рыбки. Налови сам и ешь. Я не умею. Я ж наловила. Ты, братец, ступай на реку, опусти хвост в прорубь, сиди и приговаривай. Ловись, рыбка, мала и велика. Ловись, рыбка, мала и велика. Ловись, рыбка, мала и велика. Рыба тебе на хвост ловиться будет. Да смотри, сиди подольше, а то не наловишь. Волк и пошел на реку. Опустил хвост в прорубь и начал приговаривать. Ловись, рыбка, мала и велика. Ловись, рыбка, мала и велика. Вслед за ним и лиса елась. Ходит около волка да причитает. Ясные, ясные на небе звезды. Мерзни, мерзни, волчий хвост. Что ты, лисичка-сестричка, говоришь? Это я тебе помогаю. А сама плутовка поминутно твердит. Мерзни, мерзни, волчий хвост. Долго-долго сидел волк у проруби. Целую ночь не сходил с места. И хвост его приморозило. Попробовал бы, чтобы было приподнять. Не тут-то было. Эх, сколько рыб наловил и не вытащишь, думает он. Смотрит, а бабы идут за водой и кричат, завидя серого. Волк, волк, бейте его, бейте его. Прибежали и начали колотить волка. Кто коромыслом, кто ведром, кто чем попало. Волк прыгал, прыгал, оторвал себе хвост и пустился без оглядки бежать. Хорошо же, думает. Уплачу я тебе, сестрица. Тем временем, пока волк отдувался своими боками, лисичка с сестричкой захотела попробовать, не удастся ли еще что-нибудь ей стянуть. Забралась в одну избу, где бабы пекли блины, да попала головой в катку с тестом. Вымазалась и бежит. А тут ей волк навстречу. Так-то учишь. Меня всего искалечили. Эх, волчек, братец, говорит лисичка-сестричка, у тебя хоть кровь выступила, а у меня мозг. Меня больнее всего прибили, еле-еле плетусь. И то правда, говорит волк. Где уж тебе, сестрица, идти? Садись на меня, я тебя довезу. Лисичка села ему на спину. Он ее и повез. Вот лисичка-сестричка сидит, да потихоньку напевает. Битый не битого везет, битый не битого везет. Что ты, сестрица, говоришь? Я, братец, говорю, битый битого везет. Так, сестрица, так. Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец!